Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 25 декабря, с Крисмосом, с Рождеством тех, кто празднует, у микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня мы поговорим с вами о ситуации на Ближнем Востоке и вообще в мире с точки зрения проведения американской политики, я бы сказал, немножко с такого необычного угла. Но начнем мы с Израиля и того, что происходило в последнее время, прошлую неделю 200 террористов сдалось Израилю, сначала операция арестована 700 террористов, 700 боевиков, так называемых, Хамаса, а в субботу разведка Израиля сообщила о концентрации террористов в одном из туннелей и ВВС Израиля тут же ударило по этому подземному командному пункту на самом деле, уничтожив несколько десятков военнослужащих вооруженных Хамасовцев, они не военнослужащие, они что-то другое. Это то, что называется в России бандформирование. Командование Хамаса поймалось на мышеловку, которая организована была израильской разведкой и собрала ударные силы. 11-я особая бригада командос, это резервисты, ребята-резервисты перекрыли все отходные пути и докончили то, что начали с их подачи ВВС. Также сегодня в Рапахе уничтожен финансист, финансовый представитель, менеджер Хамасович Хасан Арпаш, который собирал средства на борьбу Хамаса с Израилем. Он отвечал за финансирование подготовки бомб, изготовление бомб, оружия на территории Газы. Арабы потратили несколько десятков миллиардов долларов, которые им пожертвовали, давали, дарили, давали с целью уничтожения израильтян. Они построили сотни километров туннелей, некоторой шириной в шоссе, по которым можно легко грузовики пускать, на производство вооружения и на тренировку арабских беженцев, как убивать мирных еврейских жителей. И если бы эти деньги пошли на улучшение жизни арабского населения, левого берега Иордана и прибрежные полосы Газы, то 5,2 миллиона жителей нищих вот этих вот арабов, которые там живут, жили бы сейчас сегодня как шейхи в Дюбай. Но, значит, основные средства идут из Катары, из Ирана, из России. Я подозреваю, что с полной поддержкой Китая израильтяне расплачиваются жизнями за ошибки или подлость нынешней американской администрации. При Трампе Иран шел к банкротству. Трамп запретил компаниям, ведущим бизнес с Ираном, что-либо делать в США или с нашими банками, покупателями, поставщиками. И Иран стал нищим. И совершенно бессильный. Трамп сделал то же самое с «Северным потоком-2». И оттуда сбежали все строители в день, когда Трамп сказал «все». Они подняли якоря и ушли, и строительство перестало. Россия не могла себе позволить ни войн, ни ракетных шантажей. Нефть была 3639, забары легкой. Так просто расправляться с теми, кто живет за счет природных ресурсов. И Трамп это гениально подметил, придумал, а Байден полностью от этого отказался. Пришел, соответственно, Байден, открыл «Северный поток», снял санкции с Ирана и перестал импортировать нашу лифть и газ, дав России снова зарабатывать миллиарды. Зачем они это делали, я имею в виду, администрация Байдена, мы как бы не знаем, но вот мы знаем только факт. Делали. И Россия, значит, которой Байден пообещал не вмешиваться в нападение в войну с Украиной, это просто есть все записанное. Он пообещал с трибуны, пообещал России не вмешиваться, если все будет быстро, не очень много крови, то тогда мы вообще не полетим, не будем считать, что берите, делайте все, что хотите, главное, быстро и немного крови. Поэтому Россия напала на Украину, Иран с помощью Хамаса напал на Израиль, Йеменские хути, значит, обстреливают американские военные базы, Венесуэла готовится захватить соседние нефтяные поля, в которые, кстати, вложили средства американские компании. И, кстати, мы вынуждены пригнать в регион, значит, там, где Хути, эти самые, так сказать, Судан, Йемен и т.д. и т.п. три американских флота, чтобы обороняться от банды партизан. Из-за Байдена погибли и гибнут сотни тысяч украинцев, две тысячи мирных жителей и 140 военнослужащих Израиля. Из-за него атакуются наши, вообще, международные танкеры и торговые корабли, которые проходят вдоль берегов Ближнего Востока. И все ждут, когда Хазбалла начнет тоже войну с Израилем. А военные базы в Ираке и США атаковались 17 октября уже более 90 раз. Без ответа. Причем, значит, руководство атакующих сидит в Ираке, которое мы, если помните, зачем-то завоевали, потратив кучу денег, поссорившись с практически с половиной мира, устроив раскол внутри Соединенных Штатов Америки. Ну, а, значит, все это мы сделали зачем? Чтобы позволить Ирану захватить, значит, с помощью нашей крови и оружия и денег, захватить Ирак. То есть, раньше они воевали друг с другом. Хусейн, так сказать, сопротивлялся, не давая эти, не давали ему. Они были завязаны. Мы взяли одного игрока, убили и позволили самому страшному. Кстати, тому самому, кому Картер, кого Картер произвел на свет вместе с Бзижинским, значит, было государство Иран, развитое при Ишахе, что называется, гуманное, гуманитарное. Были там перегибы и плохие вещи? Конечно, были. По сравнению с тем, что мы там организовали, выгнали Ишаха, организовали там вот этот кошмар, язва. Вот приходит очередной демократ и опять организует какую-то кошмарную вещь, которая потом на десятки лет всему миру, даже даже гадости, кровь, смерти, лишения и тому подобное устраивает. Потому что они решают какую-то свою. Все время. Демократы – какая-то странная партия. Они все время пытаются решать какую-то очень конкретную задачу, никогда не думая о том, к чему это потом может привести. То же самое сейчас с Трампом происходит, то же самое происходило с судьями, когда, так сказать, они судьи протаскивали быстрее. Они решили задачу, они стали быстрее протаскивать судей через Сенат. Чем это вылилось потом для них, слава богу. Ладно, не об этом сейчас. Значит, мы сделали Ирану подарок. Мы взяли, укокошили его, так сказать, соперника, завоевали все, так сказать, полностью разворотили, переделывали и прочее. Все, любое сопротивление Ирану. И ушли. И Иран зашел туда, естественно, без денег. Они еще неблагодарные. Значит, в нас же стреляют. То есть, после того, как мы столько добра, что называется, им сделали. Во-первых, устроили у них в Иране исламское государство, фанатическое, а потом подарили им Иран. Не зря Натаньянгу говорил, что американская политика на Ближнем Востоке – это смесь скудаумия и помешательства. По-моему, он так говорил. Может быть, он чуть-чуть по-другому сказал, но суть, суть я передаю правильно. Кстати, и война в Афганистане подходит под это самое определение. Значит, после, на самом деле, очень сильной речи Буша в Конгрессе, которая произошла сразу же после 9-11, сдвоенная палата, там все присутствовали. Он произнес очень хорошую речь. Я еще открыл глаза, думаю, вау, ты смотри, в этом невзрачном человеке столько сил и духа. Вместо того, чтобы сравнять с землей все вазы военные, все военные производства, все плантации наркоты, которые там были, мы зачем-то взяли и захватили Афганистан. А теперь передали его Талибану. Ну, я так понимаю, что в подарок. Мы просто любим делать подарки. Вот помните, как мы бежали из Кабула только что, да, забрав охрану со складов, в которых хранилось на 80 миллиардов нашего вооружения. Я подозреваю, что по тому поводу, что Трамп сказал, что надо сначала посчитать, а потом уходить. Они так перепугались, что будем считать и обнаружим, что там половина или там третий лет, ну, как в Украине, несчастность, говорят, дайте больше денег. Мы говорим, а что с теми деньгами, которые дали? Они, говорят, не скажем. Приблизительно то же самое было у нас, значит, 80 тысяч бородатых мужиков с берданками на Тойотах, значит, пикапах, атаковали якобы и полностью выгнали со своей земли полумиллионную американскую армию, вооруженную 80 миллиардов долларов втюханным оружием. Все мы это оставили им там, все оставили им там, ну, может, кроме того, что разворовали, может, они посчитали, сказали, ребята, а где остальное? Но они не сказали этого. Кому мы передали это оружие? Мы его подарили, значит, Ирану, Ираку, Талибанам, Хамасу, России, Ебину, вот этим самым хутам, по-арабски, кстати, вот эти хуты, это ансарла, по-моему, ансарла, а ансарла, что означает, значит, истинные верователи Балаха. Значит, вот эти самые ансарла, они истинные верователи, они получили тоже наше оружие, кстати, наркомафии, тоже получили кучу оружия, которое вот в Афганистане мы подарили им. Ну, кому подарили, а потом, так сказать, соответственно, режим Талибана теперь живет за то, что он это продает и получает деньги за чем-то, ну, еще и наркоту они делают. Вот, это, все это такой подарок от Байдена и его администрации. Кто хочет, бери. Хотите потом по нам стреляйте, стреляйте, да? Ну, в Байдена же не стреляют, поэтому им совершенно наплевать, что происходит. Так что, значит, торговые корабли, наши международные нефтяные танкеры, идущие сейчас по, наверное, самому, наверное, самому напряженному и важному в мире морскому отрезку, так сказать, пути, на планете, самому важному, а не постоянным обстрелом ракет и дронов, и я подозреваю, что это частично, в крайней мере, подарок от нашей администрации, тем, кто стреляет, хути, вот этим самым, да? 30% всех контейнеров мира идут вот мимо Йемена в Суэцкий канал и являются прекрасной мишенью для тех, кому Байден подарил ракеты и дроны. Россия от этого в восторге. Ну, естественно, пять главных перевозчиков мира остановили перевозки, не хотят там, так сказать, ехать, да? Бритиш Петролиум не будет поставлять нефть, пока не решится вот эти самые вопросы обстрелами. То есть конкуренты России выбиваются из игры. Какой класс! Китай тоже доволен. Они закупили иранскую нефть по твердым ценам на много лет вперед, а на умирающих израильтян, на умирающих арабов, на умирающих россиян, на умирающих украинцев, да и многих других. Ну, совершенно всем наплевать. Они заняты другими важными делами. Они решают, они теребанят. Они пилят, они пилят американскую военную и прочую помощь. Я не смеюсь, я, я, к сожалению, не смеюсь. Вот. Господа, выход у нас один. Выкинуть из Белого дома козлов или предателей, а может, они и козлы, и предатели одновременно. Так что не расслабляйтесь, пожалуйста. У нас предстоит горячий год. Не расслабляйтесь. На этом все. До свидания. Продолжение следует...